здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня проверяем описание из интернета ссылку я вам оставлю мне ее прислала подписчица елена григорьевна и по ее просьбе я вижу разбираю как бы это описание и вижу сейчас я вам покажу вот такой вот кардиган что у меня получилось посмотрите сами скажу честно не получилось то что хотелось возможно это было нитками возможно самой моделью возможно тем что я не умею фотографировать но что-то получилось и довольно нравится ну а потом посмотрим увидите вот такое вот описание очень простая модель вот так вот она сшивается все я покажу все увидите ссылочка будет в описании так мои хорошие я так поняла что действовать нам нужно строго по описанию я связала образец спицы восьмерочка нити там я не знаю таких нити я прочитала но я так поняла что важно достичь плотности вязания девять с половиной петель в десяти сантиметрах и вот такие у меня по 200 граммов в 200 граммах 660 метров 3 матка допустим это будет 600 600 грамм значит в 100 граммах у меня получается 110 метров это ориентировочно для вас могли посчитать если допустим два сложения то нитки должны быть 220 метров на 100 граммов так и действуем строго по описанию это мой образец его я распускаю вязать здесь у меня кусочек 4 сложения здесь 3 и я пришла к выводу что как раз мой мой размер будет в 3 сложения я набираю то 47 петель и вяжем резинкой один на один 15 сантиметров вот моя резинка 15 сантиметров так и говорила вот 147 петель 15 сантиметров резинка один на один теперь переходим к основному вязанию снимаем первую петлю лицевая изнаночная лицевая изнаночная эти пять петель мы так и будем вязать 1 кромочная 4 петли резинкой 1 на 1 далее вяжем лицевыми петлями вяжем 10 петель 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 и 12 мы провязываем вместе и снова 10 петель 8 9 10 11 12 провязываем вместе и так до конца ряда повторяем повторяем 10 петель 2 вместе довязываем до конца ряда и заканчиваем ряд здесь у нас больше петель чем 10 мы довязываем здесь не убираем потому что нам нужно убрать 10 петель все почему они так неравномерно посчитали в описании не знаю так довязываем до конца лицевыми петлями и последние 4 петли вернее последние 5 изнаночная лицевая изнаночная 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 так изнаночный ряд мы вяжем по узору то есть здесь мы убрали 10 петель по одной вот эти наши убавления 10 петель плюс 2 вместе как мы и говорим то есть осталось у нас 137 петель 130 147 минус 10 петель осталось тут 37 петель на спицах мы вяжем изнаночный ряд вот провязала я изнаночный ряд все петли изнаночными вот только эти четыре крайние мы вяжем резинка один на один вот она наша резинка здесь она рисовала 4 и 4 сейчас мы будем делать сейчас мы будем делать этот скос скос делается убавление при помощи убавления петель в каждом втором ряду в каждом вернее в каждом лицевом ряду продолжаем вязать вот эту резинку нашу лицевая кромочная лицевая изнаночная лицевая изнаночная ее мы вяжем до самого конца далее вяжем 2 вместе и продолжаем лицевой гладью до конца ряда вернее не до конца а до вот этого момента изнаночные ряды мы вяжем по узору то есть где лицевая гладь в лицевом ряду на изнаночном мы вяжем изнаночной и вот эту вот кромочку из 4 петель резинки завязываем до конца ряда ну довязала я до конца ряда осталось у меня здесь 7 петель переснимаю вот так вот петелечки и провязываю их 2 вместе пересняла для того чтобы были была красивая косичка и последние 4 петли вяжем резинкой изнаночный ряд по узору то есть резинка у нас остается все время убавление делаем в каждом лицевом ряду сейчас провяжем изнаночный ничего не делаем с лицевом ряду снова делаем убавление и таким образом мы вяжем до момента пока у нас не останется шестьдесят три петли довязала я до того момента когда у меня на спицах осталось шестьдесят три петли вот смотрите вот этот скос у нас конечно плохо видно но я потом вам разложу всю детальку и покажу и теперь мы вяжем 5 сантиметров 5 сантиметров резинкой один на один и все петли закрываем вот в принципе вот такой формы у нас вся деталь не пугаемся вот просто она большая я не могу вам показать но и обязательно покажу потом в итоге сейчас я ее довезу вот здесь вот у нас резиночка мы ее сохраняем и далее вяжем резинкой один на один пять сантиметров вот высоту вот такая вот заготовка у меня получилось девчонки если соблюдать строго вот эту плотность вязания то все четко получается по этой выкройке вот в источнике у нас здесь 149 сантиметров всего высоту 76 и вот эта часть 66 сантиметров я разложила перемирила все у меня совпадает теперь внимание сшивания вот эту деталь одну большую вы раскладываем теперь перекладываем вот так вот и вторую часть точно так и сшивать будем вот смотрите там где у нас резиночка на спинке 5 сантиметров и вот эту часть где заканчивается вот эта широкая резинка 5 сантиметров от этой широкой резинки мы пришиваем к резиночке вот здесь вот вот так и с другой стороны точно также то есть сшиваем вот здесь вот по бокам вот так вот пять сантиметров и с этой стороны тоже пять сантиметров пришиваем так вот мои девчонки это выглядит в готовом виде сшиты только вот эти кусочки по пять сантиметров и эта часть она открыта как бы получается такая разлетайка ученую сейчас попытаюсь вам показать на теле как она выглядит ну по итоги получается вот так вот вот как выглядит на теле сейчас я вам покажу в принципе сейчас попрощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока вот что у меня девчонки получилось видите чуть короче ну если посмотреть вот на эту резинку а мне кажется она подтянется и будет он длиннее так вот выглядит сзади смотрится очень эффектно но но что касается носки вот что неудобно вот этот как бы спущенный большой рукав и плохо поднимаются как бы руки неудобно поднимать руки то есть носки хотя с другой стороны на лето вот такая накидка самое она на вечерние дни вот видите не получилось у меня как бы поднялась эта резинка и не получилось такой длины как там на фотографии я же говорю возможно у меня это нитками вот хотя я же говорю смотрится довольно прилично и на лето думаю будет удобно все хорошо